Доброе утро, друзья! Согласитесь, что когда за окошком светит солнышко и на улице жара, то и просыпаться как-то легче, и настроение более веселое. Но я, мы, не мы, корреспонденты, доброе утро, если не станем будить вас с утра пораньше и дарить вам хорошее настроение. Сегодня Сергей Пруцкий в очередной раз расскажет о выпускном, как это было. Дмитрий Балясников порадует новыми забавными видеороликами из интернета, а инструкторы клуба «Манго» уже заждались вас на зарядке. Так что давайте не будем опаздывать, а поскорее выполнять упражнения. Доброе утро, с вами Наталья Автаева. Сегодня мы будем прорабатывать с вами мышцы ягодиц и бедра. Я воспользуюсь резиной. Если у вас такой нет, вы можете взять гантели в руки и начинать упражнение выполнять вместе со мной. Ставим левую ногу в резину, правую ногу на носок, локти раскрываем в сторону, опускаем лопатки вниз и делаем широкий шаг в сторону. Обратите внимание, что моя левая нога прямая. И скручиваем корпус, задействуем мышцы стабилизатора и возвращаемся в полуприсед. Сохраняем ровное дыхание, подтягиваем живот в себя, плечи вверх не поднимать. Мы сделаем несколько упражнений с одной ноги и добавляем руки. 5, 4, 3, 2, оставим немного здесь и опускаем вниз, вверх. Плечи самое главное, не поднимайте к ушам. 8, 7, колени смотрим по направлению. Стоп, 4, 3, 2, опускаем резину пока на пол и выполняем пульсик. Вниз, правая нога на носке, 4, 3, 2, Будьте внимательны, 3, приседания вниз, 3, 2, 1, еще раз, 3, 2, добавим руки. 3, 2, 1, вверх. 3, 2, 1, еще два раза. Мы будем еще усложнять последний пастор. Будьте внимательны, правую ногу поднимаем вверх. Еще раз, 4, 3, 2, еще два. Плочи. И последний раз. Почувствовали, да, как ваши мышцы включаются? А вот меняем ноги. Правую ставим на резину, левую ставим на носок, локти в сторону, и шаг широкий в сторону, и возвращаемся. Ровно на дыхание. Продолжаем. Еще раз так же. И добавляем руки. Можно это упражнение упомянуть за контейнами. Штыри. И все время вниз. Два. Оставили ногу здесь. И наверх. Вдох. Вдох. Четыре. Три. Два. Молодцы. Опускаем резину. И по одному приседаем. Четыре. Левый надданный носок. Два. И три проживания. Три. Два. Один. И вверх. Три. Два. Один. Еще раз. Три. Два. Еще один повтор. И усложняем наше упражнение. На так сторону. Не заваливаться на бок. Еще четыре раза. Три. Еще два. Последний повтор. Молодцы. Сверхнули ноги. Все. Вдох. На этом мы с вами закончили. Ведемся завтра. Отличного вам настроения. Хорошего дня. Друзья, а теперь после зарядки самое время унять свои урчащие животы. Кстати, наверняка бывало у каждого, что живот издает возмущенные звуки не только до еды, но и после. Это вызвано неправильным питанием. Тут специалисты советуют не переедать, особенно если вы кидаетесь на еду после долгого перерыва и меньше употреблять тяжелой пищи. А если вам не хочется заморачиваться по этому поводу, то просто готовьте вместе с Ольгой Орловой. Плохого она не посоветует. Доброе утро, друзья. Сегодня мы с вами будем готовить баклажаны Татьяна. Для баклажанов Татьяна нам потребуется 2-3 баклажана, 2-3 помидора, 1-2 стручка болгарского перца, 1 морковь, 1 луковица, 150 граммов сыра, майонез, растительное масло, зелень, чеснок, соль и грибы. Готовим. Баклажаны нарезаем кубиками. Солим и заливаем холодной водой, чтобы вышла горечь. Далее мелко режем лук. Морковь трем на терке. На сковороде разогреваем растительное масло. Высыпаем в него лук. Когда чуть подрумянится, добавляем морковь. Далее режем кубиками помидоры. И отправляем их к морковке с луком. Теперь очередь перца. Его тоже режем кубиками. И присоединяем к остальным овощам. Остались шампиньоны. С ними поступаем точно так же. Ну и баклажаны. Разумеется, без воды. Накрываем крышкой и ждем, когда овощи потушатся. А сами пока оттрем сыр. И мелко режем зелень. Когда все овощи станут мягкими, добавляем в них сыр. Чеснок. Майонез. Зелень. Все перемешиваем. Ждем еще одну минутку, прежде чем выключить. Запах уже идет, но к столу гостей пока звать рано. Поэтому запишем ингредиенты этих баклажанов. Для баклажанов Татьяна нам потребуется 2-3 баклажана, 2-3 помидора, 1-2 стручка болгарского перца, 1 морковь, 1 луковица, 150 граммов сыра, майонез, растительное масло, зелень, чеснок, соль и грибы. Вот и наши баклажаны Татьяна. Рецепт этого блюда вы найдете на сайте trkz.ru на страничке программы Доброе утро Заречной в рубрике Завтракаем вместе. А я, как всегда, желаю вам приятного аппетита. От завтрака вернемся к нашему прекрасному утру. А еще прекраснее оно станет, когда мы в очередной раз вспомним про выпускников. Не устаю любоваться на бывших 11-ти классников в наших сюжетах. И на правах дежурного по Доброму Утру «Смотрю, что хочу». А хочу еще раз вспомнить про выпускной 2014 года и конкурс «Выпускники», проведенный нашей телерадиокомпанией. Давайте посмотрим, как это было. Дорогие друзья, вот захотелось мне поделиться с вами впечатлениями о том, как прошел традиционный конкурс от телерадиокомпании «Заречный» «Выпускники 2014». Начнем, наверное, по порядку, с площади Театра юного зрителя. Столько нарядных и красивых людей в одном месте я не видел давно. Прямо-таки конкурс красоты. Красные ковровые дорожки, операторы с камерами, музыка, фотографы. Все это создавало атмосферу настоящего праздника. Праздника, главными героями которого стали они – выпускники. Такое ощущение, что прекрасные девушки только сошли с подиума. Правда, со стороны все же было видно. Красавицы немного стесняются. Оно и понятно, столько внимания, и все им. Такое платье сама выбирала или кто-то помогал делать? Выбирала мама, она его увидела, мне оно очень понравилось, и решили, что пойду в нем. Это ручная работа или? Это все шито вручную. Очень долго все это делалось. Надеюсь, что не зря. Как сама в целом готовилась к прическу? Как долго все делала? Прическу делала буквально, договорилась за день до выпускного, все остальное делалось очень долго. Какое платье, я знала где-то буквально месяца четыре назад. Сама выбирала платье, но мама советовала мне, вот, как готовилась, ну, как все, наверное, там, на прическу, макияж. Что ожидаешь в целом от конкурса и от выпускного вечера? Жду, что? Веселье. Думаю, будет все очень здорово, интересно. На протяжении полутора часов продолжалось дефиле участниц конкурса. Девушки в роскошных нарядах сменяли друг друга на ковровой дорожке. Если честно, то глаза просто разбегались, настолько все были красивые. Да, чуть не забыл про ребят. В этом году телерадиокомпания «Заречная» решила возобновить старую традицию. В конкурсе принимали участие и молодые люди. Правда, выпускникам дефилировать по красной дорожке не понадобилось. Им было достаточно сфотографироваться у баннера телерадиокомпании. Ну что ж, примерно так проходил сам конкурс. Затем почти две недели голосования в интернете, нелегкий процесс выбора победителей с участниками жюри и вот они, лидеры голосования на сайте телерадиокомпании «Заречный». Выбор зрителей пал на Карину Трушкину. По итогам интернет-голосования девушка набрала 754 голоса. Твоё решение принять участие в конкурсе было спонтанно или ты готовилась целый год, весь 11 класс? Я готовилась к этому, выбирала платье, прическу, какой будет макияж. Выбирала долгое время. Карина призналась, что победа для неё стала полной неожиданностью. Ещё бы, ведь за звание выпускницы 2014 боролась столько красивых девушек. В номинации «Выбор жюри» победу одержала Анна Колокольцева. Она и стала ещё одной выпускницей 2014 года. Итоги состязания среди молодых людей для нас, организаторов конкурса, стали полной неожиданностью. На момент остановки голосования на сайте одинаковое число голосов набрали два выпускника Андрей Макаровских и Дмитрий Ермаков. Все победители получили призы и подарки от спонсоров конкурса. Ну что ж, вот так всё примерно и происходило. От себя же хочется добавить, что конкурс выпускники от телерадиокомпании «Заречный» это прежде всего выбор образа выпускника и выпускницы. А не конкурс красоты за звание «Мисс» и «Мистера Вселенная». Поэтому, даже если вы и не вышли в лидеры, это не так уж и важно. Вы-то знаете, что именно вы самые красивые, самые обаятельные, самые лучшие. И вся наша телерадиокомпания желает вам, дорогие выпускники 2014 года, чтобы все ваши планы осуществились, мечты сбылись и ваша взрослая жизнь сложилась счастливо и благополучно. Друзья, почти 500 лет назад Курфюст-Брандербургский со всем двором в панике и страхе покинул Берлин из-за слухов о надвигающемся Великом потопе. Как оказалось потом, ложных. А все почему? Потому что не было ученых людей, которые могли бы предсказать поведение капризной погоды. Как хорошо, что у нас есть настоящие синоптики, которые могут предсказать, что нас ждет, жара или дождь. Доброе утро! Сегодня 15 июля, вторник. Синоптики обещают заречному хорошую и ясную погоду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 1 метр в секунду. Температура воздуха днем 23-27, ночью 16-24 градуса выше нуля. Хорошего дня и с добрым утром! Играет музыка Даже в праздник носил без заплаты халат. Али-баба! Но пещеру нашел, а в пещере той клад. Али-баба! И на грешной земле жил бы как в Парижах. Али-баба! Али-баба! Но богатство свое не берет в сундуках. Али-баба! Что за пиры и обмазы, жемчуга и бирюза? Все опять не жалко сразу за любимые глаза. Хорошего вам дня и с добрым утром! И снова всем доброе утро! Согласитесь, что у человека, который чаще улыбается, и друзей больше, потому что этот человек приносит только хорошее настроение. У Дмитрия Балясникова, наверное, друзей очень много, потому что он всегда готов рассмешить не шуткой, так забавным видео. Давайте посмотрим, что он приготовил нам на этот раз. Доброе утро! С вами я, Дмитрий Балясников, а это значит, что я подготовил новую порцию свежих видосов из интернета. Сегодня поговорим о прекрасном времени, о школьной паре. Сейчас многие школьники, которые меня видят и слышат, сразу же скажут, что он мелет, какая это прекрасная пара. Ребята, поверьте, это самые лучшие ваши годы. Потом еще не раз вспомните эти времена, где еще вы сможете так посмеяться над вашим другом. Сначала бегай, там крутись, то в стекло не попадите. После такого ребятам главное по-быстрому убежать с места преступления, а то это все закончится вызовом родителей в школу и ремнищем вдоль спинища. Ребята, в школе много чего интересного. Главное услышать на уроке то, что нужно. Внимательнее слушайте на уроках и научитесь делать, как этот парень. Но самое главное в школе не перетруждаться, а то будете, как этот парень. Ну а в следующем ролике детям, наверное, сообщили, что игры вводятся с третьего класса. И вот реакции школьников на это. Еще один классный момент в школьных лет это детские оздоровительные лагеря, где вы сможете найти новых друзей и весело провести время. Повар, спрашивай повара. Повар, какова твоя профессия? Ты милиционер? Нет, отвечает повар. Моя главная профессия. Повар. Ага, а твоя? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Веселый парнишка. Это все, что я хотел рассказать и показать вам сегодня. С вами был Дмитрий Балясников, ваша азбука в смешном и веселом видео из интернета. Ах да, напоследок. Скажи своему школьнику привет!